Продолжаем выпуск. Он не дожил до своего 76-летия чуть больше месяца. О жизни и судьбе человека, который оставил яркий след в репортаже Алладинаевой. Он прошел путь от рядового хирурга до главного врача. И многолетняя деятельность Назира Лапженица достойна пример большого трудолюбия, ответственного отношения к своему благородному призванию, верности к клятве Гиппократа. Он по праву снискал авторитет в медицинском сообществе и признание многочисленных пациентов. Сразу по окончанию учебы в Ставропольском государственном медицинском университете Назир Лапженица приступил к работе врача-хирурга в Хабецкой районной больнице. С 1980 года трудился в Карачаевске. Сначала хирургом, а с 1995 года главным врачом. Он всегда содействовал применению научных, теоретических достижений на практике и, несмотря на загруженность административной работы, продолжал лечить людей на высоком профессиональном уровне и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и населения. Вклад в медицину Назира Азретовича был отмечен и на государственном уровне. Ему присвоили звание заслуженный врач Карачаева-Черкесии. Назир Азретович был настолько всесторонне развитый человек. Для него, допустим, та же литература классическая, российская, от поэта Пушкина, Гончарова, Лермонтова, тот же Сенеков, философы, Плутарх, также Ярослав Гашика возьмешь, или Ремарка. Он вообще все эти книги читал, он знал такие авторы, которых я никогда и не слышал, если честно сказать. И он всегда цитировал, он на память много знал из тех произведений, которые он читал. С ним было всегда интересно общаться, у него можно было всему научиться. И самое удивительное для меня было знание карачаевского языка у Назира Азретовича. Я, например, в среде всех знакомых моих не было такого человека, которым знал карачаевский язык совершенно, как Назир Азретович. Откровением для меня было знание его языка. Кроме этого, будучи уже 40 с лишним лет стажем врача, я видел, как он общался со своим внуком Артуром. Он знал материал институтский, начиная, вот анатомию от костей начинал и кончая высшей нервной деятельностью человека, он владел всеми вопросами. Он владел вопросами физики, химии, школьным материалом, институтским материалом. Был разносторонний, вообще энциклопически образованный человек был. Всегда, вот это молодые специалисты наши, особенно хирургического профиля, всегда находили у него поддержку. Он неоднократно, вот в моем присутствии, в тяжелых случаях всегда проходили разбор, он всегда детально изучал вопрос, объяснял этому врачу действия. Он с тех же врачей всегда требовал, прежде чем идешь на какую-то операцию, возьми по-новую, прочитай это в учебнике, изучи материал. Вроде ты все знаешь, но это нельзя знать, можно всегда забыть. Работали с 2011 года, считайте, 12 лет мы вместе поработали. У нас были разные кабинеты, а потом мы предложили главврачу, чтобы он дал нам один кабинет. И мы все эти 10 лет вместе работали в одном кабинете, хотя могли и находиться в разных помещениях. С ним было интересно всегда. С будущей супругой Раисой Джумалиевной Назир Лабженидзе познакомился еще на первом курсе мединститута. Вместе они прожили 54 года и вырастили сына и двух дочерей. У них 6 внуков. Династию врачей продолжили дочь Асиад, внук и невестка. Один из внуков отслужил и получил медаль участника СВО. Другой внук в настоящее время проходит срочную службу в рядах российской армии. Я приехал в Карачаевскую больницу в 2003 году. Тогда он меня определил в реанимационном отделении. Под его руководством я начал уже в реанимационном отделении. Конечно, мы все на него равнялись. Его спокойствию, его уму, его таланту, который он мог выйти во время операции из любой сложных ситуации. Он никогда не паниковал во время операции. Он, наоборот, если мы начинали паниковать, что-то не так, говорит, а что вы паникуете? Все будет нормально. Это были его слова. Когда мы молодые доктора, мы не могли сами больного интубировать, вводить наркоз. Он сам и работал анестезиологом долгие годы. Он сам уже нам помогал, как это все делать. Конечно, я последовал его примеру. Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось с ним поработать. Он один из самых человечных людей, который мне посчастливилось встретиться, который меня всегда учил. Спокойствию, размеренности, быстрее принимать решения. Он всегда говорил, вечером думаешь, находишь 100 вариантов ответов, и из них один должен быть самый один оптимальный. Назир Лапженидзе был светлым, отзывчивым и добрым человеком. Умел дружить и всегда был готов прийти на помощь. Я считаю, что мне повезло. И вообще мне везло. И с семьей мне везет, и с коллегами, и с коллективами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!